Очень простая формула этой избирательной кампании. А чего, собственно, добивается Грудинин и те, кто его поддерживает? Первое – это ликвидация олигархии. То есть тот строй, который создан, был Ельциным, и всей шайкой, которая вокруг него собралась, он разграбил нашу страну, лишил ее суверенитета и передал Путину. Путин продолжил то же самое дело. То есть тот же самый ельцинизм. Только все еще окаменело, превратилось в законы, которые нас калечат, превратилось в целый слой чиновников, которые все превратились, почему-то все, чуть ли не поголовно, во врагов, граждан. И куда ни сунься, как помните, вот этот фильм был, где Ульянов играет, ворошиловский стрелок, да? Куда ни сунься, вот везде вот эти рожи, как он там сказал, как-то грубее еще, чем даже я. Вот первое, это ликвидация олигархии. Олигарх это не предприниматель. Олигарх это вор. Причем вор в таких масштабах, которых еще наша планета, наверное, не знала. Предприниматели это те, кто там создают производство, производят товары, обеспечивают нас услугами. Мы живем за счет того, что есть предпринимательская инициатива. А олигархи, они паразитируют, это чистые паразиты, они ничего не производят. Они манипулируют с деньгами, и эти деньги в основном откладывают в свои карманы и перевозят за рубеж, там у них виллы, там все их богатство. Здесь ничего не содержат, и дети учатся где-то там и женятся, как дочки Путина где-то там за рубежом. Здесь для них просто территория кормления. Второй пункт – это прекращение геноцида. Многие говорят, нет, ну какой геноцид? Геноцид – это сознательное уничтожение вот какой-то этнической группы. Сознательное уничтожение – это политика Путина, сознательное уничтожение всех коренных народов России. И прежде всего, конечно, русского народа, который стремятся лишить его национального самосознания. Его знания истории, его понимание своего собственного достоинства. Вот если будут эти два пункта выполнены, а они развернуты, можно сказать, в программе 20 пунктов, 20 шагов Грудинина, это такой конспект более широкой программы, которая появилась на самом деле еще раньше, чем прозвучала фамилия Грудинина. Всякое доброе дело начинается с доброго человека. И у нас такой добрый человек – это Юрий Юрьевич Болдырев, который еще в апреле 1917 года предложил за один стол посадить, казалось бы, непримиримых соперников. С одной стороны коммунисты, с стола сидели, а с другой стороны националисты. Юрий Юрьевич разработал программу, постарался со всеми согласовать. И на форуме экономическом зачитывалась эта программа по разделам. И задавались вопросы, кто-то против коммунисты? Не против. Националисты? Не против. А что же получается? Почему мы тогда все в росте идем? Значит, если мы можем общую социально-экономическую программу создать, то, может быть, где-то мы договоримся вместе, чтобы олигархический режим уничтожить, геноцид прекратить. Вот и дальше началась договоренность. Не Грудинин появился, а программа сначала появилась. Потом после программы появилась команда народных лидеров. И тоже здесь огромный вклад Юрия Болдырева, который благодаря своим широким разносторонним связям и своей эрудиции собрал людей из разных областей знания, опыта. Но главное среди этих людей было это доказательство своей собственной судьбой, что они не очередные, которые придут и, значит, одни клопы отвалились, а другие будут сосать кровь народу. А это люди, доказавшие своей судьбой, что они не предадут свой народ, что они не будут как эти, что они не будут олигархами, они будут уничтожать олигархию. И вот сформировалась эта команда, и в этой команде очутился Павел Грудинин. И еще не было известно, он ли будет кандидатом в президенты, и кто будет. Я, честно говоря, думал, что Болдырев будет, потому что, ну, как бы вот он выносил этот проект. Другие, конечно, ему помогали, но это был его проект. И надо отдать ему должное, что когда шли переговоры, кого же все-таки выдвинуть, какую-то фигуру, которая устраивает всех, и националистов, и коммунистов, лишь бы не либералов, и не вот эту воровскую власть. Вот выбор пал на Грудинина, и Болдырев достойно отошел в сторону, уступил ему как бы лидерство в этом проекте. И сейчас делает все для того, чтобы победа состоялась. Скорее всего, на этих выборах нам победы не отдадут. Мы ее одержим, и точнее, мы уже ее одержали. Таких выборов, поверьте, я больше четверти века занимаюсь политикой, таких выборов еще не было. Ни разу на президентских выборах не было такой волны инициативы, которая сейчас пошла снизу. И это очень хорошо видно, но раньше мы могли не заметить. А сейчас по сети интернет мы отлично видим огромное количество людей, которые не за страх, а за совесть, просто приходят и говорят, чем помочь, листовки расклеят, еще начинают ругаться и говорить, почему вы так безобразно работаете в штабе, где листовки за Грудинина, а что это вы тут напечатали, одни только одного красного цвета, люди пугаются, ну-ка делайте нам нормальную агитацию. Таких выборов еще не было. И не было еще таких выборов, чтобы не было театральности, которые были на всех предшествующих президентских выборах. Я, честно скажу, ни разу не голосовал на президентских выборах, потому что меня тошнило от этой театральности. Все было понятно заранее. А сейчас мы знаем, театр сам по себе, а мы сами по себе. Мы выиграем эти выборы, а театральные деятели, вот эти марионетки, скажут, ну как всегда выиграл Путин 70%, но мы же знаем, что нет никаких 70%. Мы знаем, что это вранье в ЦИОМа, которое там публикуют. Мы видим в интернете, ставим голосовалки, где бы ни ставили, на путинских ресурсах, на антипутинских, везде выигрывает Грудинин. Причем стоит только вот распространить информацию. Вот там голосовалку поставили, там пока 200 человек проголосовало. Приходит 10 тысяч человек, и у Грудинин 60, 70, 80%. Мы выиграли эти выборы уже сейчас. Но шайка, которая сидит наверху, она говорит, нет, мы вам не отдадим, мы вам выделим там 10-15%. Сколько там вам надо? У вас там по рейтингам 7%, ну ладно, мы вам 15% отдадим. Но уже ясно, что этот режим не удержится. И нам очень важно, после выборов, какие бы результаты ни остались, на этих выборах официально не были объявлены, сохраниться, сохранить себя как команду, которая будет продолжать бороться. А режим этот вздыхает. То, что вы многие, наверное, преодолевая тошноту посмотрели, я, честно говоря, впервые за 15 лет посмотрел, о чем там Путин говорил. Вы же могли видеть, насколько этот режим, это уже развалено во всех отношениях. Это сплошная ложь. Ну просто ни одного места нет живого из того, что там Путин говорил. Сплошная ложь. От социалки до оборонки. Мультики там 90-х годов там показывают. Разработки, которые, ни одна из них не превращена в работающие изделия и так далее. Тотальная ложь. То есть сейчас столкнулись, вот, тотальная ложь и правда. Вот между ними не может быть никакого соглашения, никакого компромисса. И мы должны, голосуя за Грудинина, продемонстрировать свою солидарность с правдой и свою оппозиционность с лжи, которую мы никогда не примем. И тогда этот режим сдохнет, он уже подыхает. Нам надо предпринять только усилия. Вот не только на выборах, еще и дальше. Надо еще дальше, потом придем к власти, начнем вытравливать эту олигарху. Это же тоже непростое дело. Они будут цепляться за власть всеми своими лапами и когтями. Поэтому я призываю тех, кто пришел сюда, спасибо. Рассчитываю на то, что вы убедите сомневающихся, как я тоже был сомневающимся, когда Грудинина только назвали его фамилию. Я его не знал. Сейчас узнал. И когда мы читаем программу его, я смотрю, вот у меня в руках документы, программы партии, которую я возглавляю, партии Великой России. Я смотрю социальную часть. Это же одно и то же. Что там, что здесь. То есть мы смотрим эту программу. Это одно и то же. Социальные, там в государственном строительстве есть некие разночтения. Но что касается непосредственно жизни людей, мы смотрим на все одинаково. Поэтому давайте мы не будем делиться, объединимся вместе, свалим этот режим, а дальше будем думать о стратегии. Коротко, 4 вопроса тут заданы в письменном виде. Коротко отвечаю. Как новое правительство в случае победы Грудинина будет избавлять российскую экономику от долларовой зависимости? Сопряженный вопрос. Второй. Как провести национализацию системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, систем связи ведущих банков мирным, бескровным путем? Я думаю, что все согласятся с тем, что мы живем в чрезвычайных обстоятельствах. И для того, чтобы эти обстоятельства изменить и привести экономику и социалку в норму, нужны чрезвычайные меры. Сейчас говорить об этих чрезвычайных мерах и рассказывать, что мы будем делать, как мы будем уничтожать олигархию, наверное, не стоит. Но есть вот... Грудинин не будет об этом говорить, потому что это будет такая подставка, которая сейчас невозможна на этих выборах. Но не то, что его снимут, его могут и в тюрьму посадить, если он будет действительно говорить, как надо уничтожать олигархию, как национализировать банки, например, что надо делать. Но мы как-то подменяем его, и еще до его появления уже все меры разработаны. Вот этот сборник, который я вам показывал, там есть разделы. Программа государственного строительства на период национальной диктатуры, программа первоочередных мер правительства национальных интересов. Там как раз об этом сказано. Но вслух мы не будем это говорить. Это жестокие меры. Они мирные, но они жестокие. Они правовые, но жестокие. Потому что по-другому с ворами и предателями просто невозможно. Их надо уничтожать. Еще, извините, два вопроса, два ответа. В случае победы кандидата НПСР и КПРФ Грудинина, как будет решаться вопрос о торах с территориями, уже отданными путинской властью другим государствам. Все законы о торах будут отменены. Все последствия будут компенсированы за счет тех, кто был благоприобретателями. У этих, ну вы знаете, территория опережающего развития. То есть территории, выделенные из Российской Федерации, на этих территориях не действуют законы Российской Федерации. И даже местное самоуправление усечено в правах и всем там распоряжаются корпорации. Это преступление по всем, это государственное преступление по действующим нормам. Лица, которые принимали этот закон, лица, которые приводили его в действие, должны быть арестованы, их имущество изъят, и за счет этого имущества должна пройти компенсация за нанесенный ущерб. Конечно, это все надо ликвидировать. Об этом, кстати, мы провели уже несколько конференций национально-патриотические силы. И здесь вопрос абсолютно ясен. Тора это преступление. Если не получится победить на выборах, как собирается действовать, как собирается действовать дальше? Сохранится ли НПСР? Национально-патриотические силы превратятся в политическую партию, я в этом совершенно уверен, хотя это будет партия другая, не такого типа, как привыкли все, которые партии делят между собой избирателей. Я думаю, что мы как объединяли избирателей на этих выборах, так и будем объединять их дальше. Но для того, чтобы нам участвовать в выборах, реально нам нужно, чтобы национально-патриотические силы были объединены под юридическим статусом партии. 24 марта после выборов мы проводим конференцию, на которой заявим о создании оргкомитета и будем двигаться в этом направлении, поэтому просим никого не расходиться, не считать, что уже вопрос закрыт при любом исходе. Вопрос еще будет решаться как минимум несколько лет, поэтому всех приглашаем принять участие в этом партийном строительстве. Конференция будет в Москве 24 числа. Сейчас я не могу сказать, потому что ко мне лично подойдите, если захотите приехать, потому что зал на 200 мест, он не вместит всех желающих. Кто реально готов работать в этой партии, мы проанализируем на этой конференции результаты выборов и объявим о начале формирования партии на основе той инфраструктуры НПСР, которая уже создана, которая на этих выборах показала свою эффективность, и люди пошли. Тоже, кстати, впервые за очень большой период времени вот эта инициатива встретила, начали люди понимать, что национал-патриоты и русский националист это не фашисты, не нацисты, это нормальные люди, которые хотят благо для своей страны. И вот это понимание приводит к тому, что мы действительно начали объединяться. Будут ли на государственном уровне расследствовать события 93-го года, есть желание наказать всех виновных, смерти большого количества людей в Москве, у Белого дома. Я участник этих событий. Конечно, все преступники, жаль, некоторые уже покинули нас и где-то перед Дом Божьим находятся, но несомненно, события 91-го года, разрушение единой страны, события 93-го года, расстрел парламента, события 96-го года, фальсификация выборов президента, фальсификация всех, без исключения выборов, фальсификация нынешних выборов, конечно, требует расследования. И все лица, которые соучаствовали в фальсификации народного изъявления, фальсификации народного представительства, фактически фальсификации нашего государства, должны понести наказание как государственные преступники. По закону. Если по закону можно будет, то хоть повесить, хоть четвердовать, но только по закону. Представители либеральной общественности, у нас основное разногласие это участие или не участие в выборах. От 18 числа вы участвуете в выборах и готовы ли вы принять участие в кампании по непризнанию результатов этих выборов? Вопрос был о том, как действовать, если выборы будут фальсифицированы, и мы, каждый в душе, их не признает. Я думаю, что нас очень ждут на баррикадах подготовленные боевики для того, чтобы уничтожить нас и для того, чтобы пролить море крови и потом нас же обвинить в том, что мы это сделали. Мы выходили не раз за бойкот выборов, не раз выходили. Никогда рядом с нами не было либералов, никогда. Более того, либерал Навальный предпочел вступить в сговор с антинародной партией «Единая Россия» на выборах мэра Москвы, сделал себе имя, а Собянина сделал должность и явку на выборы. Он не пошел с нами в колонию, в которой был бойкот выборов, в котором были фальшивые выборы преступной власти, другие лозунги, с которыми мы прошли, было у нас такое шествие. Поэтому либералы нам никогда не были союзниками и никогда не будут, потому что они не хотят ничего менять. Они хотят просто приобщиться к власти и побывать вот там, где они уже были. Они уже были, они хотят снова туда попасть и их, в принципе, готовы пригласить. Кудрин уже готов, он готов быть уже премьером. Греф со Сбербанка тоже готов со своей цифровой экономикой туда перелезть. И всякие вот эти мелкие, якобы там правозащитники, якобы они правозащитой занимаются. Что-то мы их не видим на процессах русских националистов. Они только своих вот любят, своих защищают. Поэтому, скорее всего, у нас никакого союза с либералами не будет. А защищать себя мы, конечно, будем, но только рассчитывая силы. Если нас, враг, ждет наши малочисленные силы с, я не знаю, там с садовым инвентарем на бригадах, а сами будут использовать самое современное оружие, то нам там делать нечего. Нам надо еще просветить огромную часть народа, которая верит в зомбоящих. Вот это наша главная деятельность. Когда большинство народа будет однозначно не принимать эту власть, то произойдет так же, как с номенклатурой КПСС. Она просто сама начнет себя жрать. Вот мы-то этого должны добиваться. А призывать на баррикады легче всего. Вот что-то вот тех, кто призывает на баррикады, мы так особенно не видели. Вот ни среди политзаключенных, ни на судах, кто выступает, рискует. Ни в публицистике, которая действительно подпадает там под разные статьи. Вот поэтому я призываю ни в коем случае ни на какие баррикады. Ни на какие баррикады. У нас огромная просветительская работа, огромная организационная работа, идеологическая работа, потому что люди просто элементарно не знают, в каком мире они живут, а мир очень быстро меняется. У нас огромная работа пожертвовать жизнью, особенно своих детей. Потому что кто побежит первые на баррикады-то? Мальчишки побегут. Вы их под пули хотите подставить? Это я обращаюсь уже к либералам. Хотите увидеть трупы молодых людей на улице? Хотите вспомнить 93-й год? Считаете, что мы тогда не доработали? Мало погибло людей? Поэтому на нашей стороне должна быть армия, на нашей стороне должна быть полиция. ФСБ должна перейти на нашу сторону. Вот тогда все произойдет бескромно и мирно. А можно я все-таки добавлю? Нет, можно я добавлю, извините. Подождите, можно я добавлю? Здесь ситуация такая, что получается, если Навального бы допустили до выборов, то для либералов выборы бы и состоялись. Если не допускают, значит все, выборы поддельные, все. И здесь такая эгоистичная позиция. А после этой эгоистичной позиции, когда мы призываем, ну не верите вы в то, что эти выборы без Навального могут быть полноценными выборами, но хотя бы более изъявление свое покажите, что вы против этой паразитической системы, если вы действительно против. Нет, вот какие-то вот у них хитрые ходы, которые, ну, в общем-то, нормальную, здоровую часть общества не устраивают. У меня такой вопрос. У меня в семье было много военных. И членов КПСС, и членов РЭП были. А сейчас, армия, поддерживают в какой-то мере эти выборы? Именно нами. Вот генерал Ивашов, генерал Соболев, вот, они поддерживают нашего кандидата и активно участвуют. Вот сейчас вот мы с вами беседуем, по-моему, Соболев где-то вот в регионе, а Ивашов в Москве также на встрече с избирателями. Но что такое вот, чтобы армия поддерживала, да? Ну, нужно, чтобы армия поняла, поняла всю пропасть, которую мы провалились. А там не понимают, там не понимают. Понимаете, вот, ну, вот, чем опасна вот эта паразитическая система, что она плодит такое мировоззрение, что если мне вот сейчас более-менее хорошо рядом с соседом, вот, да, ему совсем плохо, работы нет, и он весь в кредитах, а мне вроде зарплата, вот, и так ничего, перспективная квартира, ну, вот, значит, мне нет дела до других. И мне, понимаете, в армии, в армии обычно поддерживает кто? Вот Грудинин сейчас и ездил в Иркутск, ветераны боевых действий с ним встретились, но они уже нахлебались, их использовали, их предали, они уже эту систему прочувствовали и распознали, вот. А те, которые вот в армии служат, простые военнослужащие, в большинстве своем, они и прикажут, они и пойдут и проголосуют за Путина. Вот я так думаю. Это, конечно, страшно. Страшно? Конечно. Про армию дополнить хочу. Такой момент. Все вы знаете, есть такой городок Серпухов-15, он же называется Курилово, ну, на юге Московской области. Так вот, все офицеры этого городка за ГПРФ и за Грудинино, потому что действующая власть хочет просто от них избавиться. И это уже во многих частях они видят, что происходит, когда, ну, это уже нельзя, законодательство запрещает. По поводу либералов, да? Если процитировать древнюю нашу пословицу, после драки кулаками не машут. Так вот, Навальный сейчас предлагает сразу, до драки, сразу призывает ко второму действию, махать после драки. При этом Навальный и все, кто его поддерживает, забыли, что Павел Николаевич уже как месяц предлагает Навальному и всем, кто его поддерживает, присоединиться к ним, присоединиться к нам, всем, кто переживает за страну. Не рассуждать на кухне в уголках, да, отдельно собираться, призывать к саботажу выборов, а попытаться в нормальном, демократическом, да, избирательном праве проголосовать и защитить свой результат. Вот даже Лайф Навальный, который говорит, они сперва призывают саботировать выборы, а в конце ежедневного выпуска Лайф Навальный, они призывают пойти на выборы и защитить результат. Ну, диссонанс. Я вот как научник говорю, да, с точки зрения психологии, диссонанс вызывает. Поэтому давайте вот не будем, да, как говорится, так поступать. Надо и прийти проголосовать, и остаться, и защитить. Вот как они делали? Я с движением защиты выборов в Чехове работал, мы с ними вместе отлично защищали результат. Я с ними вместе, как его, в Зарайском районе работал, отлично защитили результат. Поэтому есть положительный опыт взаимодействия с командой «Народный наблюдатель», которая организована в районе. Поэтому и сейчас надо продолжить данные, объединиться и защитить выборы. Прийти и проголосовать. Спасибо. Я по поводу нападок на Грудинина, предъявления претензий в том, что он легар, потому что за границей. Вы не думали о том, чтобы ударом ударом начать? У нас кто-то болтает в прямом эфире? Бывает. Ну, на дебатах. Может быть, ему имеет смысл там поднимать вопрос об имуществе дочек Путина? Я понимаю, конечно, это опасно. Там Шаломов у нас есть некий предприниматель, очень успешный, родственник Путина. Может быть, так попробовать? То есть немного отвлечь внимание тех, кто смотрит зомбоящик от Грудинина, переключить на ближайшую родню нашего высокой страны. Мы видим, что партии в России практически не осталось. И КПРФ тоже, скажем так, увядающая структура. Поэтому не сможем 100 тысяч участков проконтролировать. Тем более, что это должны быть квалифицированные наблюдатели, которые там за руку будут хватать. Нам важнее, скорее, создать силу, которая вообще не позволит, то есть которая всем фальсификаторам скажет, вы все в тюрьме будете сидеть за фальсификацией, потому что это преступление против государственного порядка управления. Вот это может их напугать. А то, что там стоит какой-нибудь наблюдатель, который как только оглянулся, все там, все подменили, и цифры еще в этих, как там, Каибы, что ли называется, да, вот в них там уже, ну там ничего не увидишь. Все, бумажка ушла, и что ты будешь контролировать? Чтобы пачку туда не всунули, вот больше ничего. А вот по-настоящему, ну фактически это же будет электронная фальсификация, по большей части, они же к этому подготовились, к электронной фальсификации. Здесь присутствие наблюдателей ничего не изменит. Здесь изменит только политическая воля вот граждан, которые не согласятся с этими результатами. А про Бабурина, он присутствовал при первом оглашении программы в апреле на международном, на московском экономическом форуме, как раз когда вот Болдырев представлял программу, и она в таком оперативном варианте рассуждалась. Бабурина там присутствовал. Ну я просто Бабурина знаю давно уже, я думаю, что с такой короткой дистанции редко кто его наблюдал. Я был членом фракции Родина. И Бабурина из этой фракции был исключен за предательство. За предательство с администрацией президента. То есть он тогда вступил в сговор с администрацией президента с целью разрушения фракции Родина в Государственной Думе. Это все было видно, это все было доказано на конкретных публикациях. Он был изданной с фракции Родины. Ну как относиться еще к предателю? Вот я лично с ним никогда, ни в каких проектах участвовать не собираюсь. И то, что он получил несомненную помощь администрации президента сейчас, я не сомневаюсь. Потому что у него нет партии, которая зарегистрирована. Но ее нет и существует нигде и никогда. Эта партия никогда не проводила, я не знаю, последние лет 10 ни одного мероприятия эта партия не проводила. Ни съезда, ни какой-то конференции, ничего. То есть ему собрали эти подписи, зарегистрировали его кандидатом. Для чего? Для того, чтобы быть альтернативой Грудинину. И меня очень поразило, я знаю, кто-нибудь слышал это выступление Бабурина, когда он сказал, да это Грудинина против меня выпустили, потому что он похож на меня, у него такие же усы. Ну, вы так представляете, какой нарциссизм. То есть человек себя только видит, вот то, что он видит в зеркале, он то и уважает. Вот я знаю Бабурина там с середины 90-х годов, это вот абсолютный нарцисс. И на этом его ловят. Не то, чтобы говорят, давай, Сергей Николаевич, вот сейчас мы тебе там поможем, все. Нет, ему говорят, ты великий, понимаешь, ты великий. И вот за это величие его и поймали. Поэтому, но он не вписывается в команду. Вот нарцисс не может работать в команде на кого-то другого. Он может ее возглавить, он пришел, он говорит, как, не я возглавляю, ну тогда я пошел отсюда. Так же, кстати, и со Стрелковым произошло. Вот представьте себе, сколько сейчас за Путина. У него есть максимум, это по парламентским выборам, максимум 10%. Сейчас я скажу, просто я отвечу на вопрос. У него есть максимум 10% тех, кто его поддерживает именно как Путина. Еще, наверное, процентов 10% это подневольные рабы. То есть сказано, начальник приказал, директор школы приказал, собрали паспорта, как сейчас тоже делают, и говорят, вы больше не беспокойтесь, мы за вас все сделаем. 10% Ну еще 10% они могут фальсифицировать, ну, своими методами, да? Ну такими, которые уж не будут слишком явными. Ну вот считайте, 30% от числа избирателей. Это все, что есть у Путина. В каком случае он выигрывает? 50% на выборах, у него 30%, остальные 20% за других. Он выигрывает. 60% на грани. А если 80% придет, он проиграет. Поэтому мы и говорим, все на выборы. Потому что труднее фальсифицировать. Потому что вот те рабы тоже засомневаются, стоит ли им вести себя как рабы. И тогда будет победа по голосам, победа будет за нами. Конечный результат можно предъявить любой. Мы же это прекрасно понимаем. И мы с этим ничего не сможем сделать, потому что у нас нет вооруженной гвардии, которая возьмет и сметет этот режим. Это невозможно сделать, да? У них там многие миллионы людей вооруженные и готовые, если что, по приказу пойти. Не факт, что будут стрелять, но пойти пойдут. А нас как-то что-то миллионов на улицах нет. Вот поэтому на выборы нам надо идти именно для того, чтобы победить. Победить не по фальшивкам их, а по факту победить. Бойкот бессмыслен в этом смысле, в этом случае. Бойкот хорош, когда на выборы пришло вот 10%, а все не пришли. Вот тогда бойкот хорош, а сейчас такого, этого не будет. У него легитимности у него нет? Нет, легитимности у него нет. Еще раз так скажу, вот не хотел об этом говорить. В Конституции ясно написано, два срока и все. По этому поводу есть решение Конституционного суда. Два срока, все. Поэтому сейчас у власти находится самозванец, узурпатор. Четвертый срок, тем более, конечно, он по закону, он захватчик, узурпатор и преступник. По закону. Легитимности у Путина нет. Я напомню еще, что Конституция Российской Федерации получила на референдуме 31% голосов от числа избирателей. А по закону о референдуме того времени, 93-го года, действующей на тот момент, если меньше 50-ти, то референдум не состоялся. Поэтому Конституция, по которой правит Путин, третий срок по этой же Конституции невозможен. То есть легитимности нет вообще никакой. А мы собираем людей для того, чтобы они выразили свое мнение в адрес олигархического режима, уже не легитимного во всем. Вот мы еще чего добиваемся, чтобы большинство людей осознало нелегитимность этой власти и проголосовало, вот реально проголосало против нее, голосуя за Грудинина. Потому что другого варианта нет. Если не голосовать за Грудинина, это все как раз на пользу этого режима. Тогда он вам скажет, а у меня большинство в первом туре, вот и все. И не надо даже ничего фальсифицировать. Вот то, о чем подумали вы, как раз и склоняет вот к этому результату. Путин побеждает в первом туре, и ему не надо ничего фальсифицировать, он говорит, я легитимен. А мы говорим, он нелегитимен вообще. И даже в этих выборах его участие нелегитимно. Вот Грудинин попал в такую ситуацию, когда он не собирался баллотироваться президентом. И вдруг, и он не был политиком федерального уровня, у него нет опыта публичных выступлений, у него не сложилась еще полностью вся система в голове. Он силен своей командой. Вот у него есть реальная команда. Поэтому если он сказал на своих условиях, он понимал, что в каком смысле на своих условиях. Если хозяин я, я пойду, а если хозяин ты, то я не пойду. И мы тоже, что мы с Путиным, что ли, будем работать? Или вы реально считаете, что Путин пригласит Грудинина премьером или даже министром, когда вокруг одни воры, сплоченные в одну воровскую шайку? Да, конечно, Грудинин не пойдет в такую команду, и эта команда его никогда не пригласит. Поэтому то, что он сказал, он как бы не нашелся, как бы ответить на этот вопрос. А если вас пригласят, ну вообще служить Отечеству положено, приглашают на государственную должность, как же тебе не идти? Важно только, как ты там себя ведешь. Если ты вливаешься в эту структуру, значит ты предатель. А если ты идешь для того, чтобы навести порядок, это другое дело. Я думаю, что он просто здесь, ну, как бы с непривычки не точно ответил. А так как я ответил, я думаю, это по правде, и так оно на самом деле есть, и он так на самом деле и думает. Во-первых, о безопасности, службе безопасности говорил лично Грудинину, почему рядом нет врача, почему вы, вот, вам тут чай наливают, а вы даже не знаете, откуда его взяли, да? Ну, нету, вот понимаете. Вот поэтому он и не подставной, что у него все подлинное, у него не все настроено, вот так, как делают вот у этих людей, которые точно знают, что соседу можно плеснуть чего-нибудь в чай. Вот нету, да, должна быть. Охранник есть, ну, чего он, один охранник. Если что-то, там один охранник не поможет. Вот. Внутренней безопасности нет, нет. И то, что мы тоже и Грудинину, и другим членам штаба указывали прямо на провокаторов, не работает, не работает, вот. Потому что, ну, вот не отлажена система, и силы разнородные включились, друг другу не очень-то доверяют. Мы же все готовы посоветовать, правильно? Мы все хорошо разбираемся в футболе, и в политике-то уж разбирается каждый. А как вести агитацию? Ну, у нас каждый агитатор и пропагандист, да? Не думайте, что чего-то не посоветовано, или что-то там не сделано. На самом деле, ситуация крайне сложная. Я выборами занимался неоднократно, в том числе и изнутри организовывал избирательные кампании федерального уровня. Вот, в том числе и с Болдыревым мы были в Союзе в 99-м году, если помните, был такой конгресс русских общин, и движение Юрия Болдырева мы тогда выходили. То есть я представляю себе, как ведутся выборы, где провалы, где проколы, все сказано. Но беда в том, что не обходится без предательства в штабах. Не обходится. После выборов мы еще расскажем, некоторые имена уже названы. Вот на нейромире, если кто-то смотрит, там уже сказано, один из ключевых предателей, и чего он делает. А я еще потом добавлю. Все очень непросто. Засылаются провокаторы к нам, вот, реально, среди доверенных лиц, я одну фамилию потом, после выборов расскажу. В штабе рядом с Грудининым находится человек, который целый ряд провокаций провел. Да, мы советуем, мы знаем, как надо сделать, и вы вот знаете, что надо говорить на дебатах. На дебаты вдруг выходит человек, который говорит совсем не то, совсем не о программе, совсем не о Грудинине, говорит просто пустую, пустые фразы, зато очень энергично машет руками. Вот, и такое случается. Поэтому для того, чтобы победить, мало победить врага открытого, еще надо и скрытого врага, который вам не виден, а нам в штабе, он видит очень хорошо в штабе НПСР, я имею в виду. Вот, может быть, это тоже одна из наших задач, потому что, как вот гибридные войны ведут сейчас, это не только вот фронт, оружие и так далее. Война пронизывает, в том числе, и наше собственное сознание, когда зацепляется за голову вот то, что вы сказали, да, ну он же олигарх, ну как же, ну раз сказали по телевизору, что он олигарх, нет, я говорю, что вы рассказали об этом, не вы считаете, да, вам говорят. Вот у людей это зацепляется в сознании, это значит, война-то тут тоже идет, и у каждого из нас тоже могут возникнуть сомнения, ну а вдруг, ну он же не выбор, ну если он не выиграет, зачем идти тогда на выборы, да, и нас все время убеждают, ну зачем мы выборы-то уже состоялись, нам же и так все понятно, да, вот, поэтому я призываю к тому, чтобы наши победы, они связаны с нашей собственной ориентацией, то, что там кому-то посоветовать, ей-богу, все посоветовано и в 10 раз больше, чем вы можете себе представить. Вот, победа сложна, и она не всегда по человеческим законам свершается, она может свершиться и как чудо.